посмотрим интервью по моему это жир надо посмотреть я не все конечно тут у нее плотный поток я посмотрел первые пять минут думаю о это надо это надо слушать это надо разобрать немножечко потренироваться какие они тут красавчики то погнали привет спасибо тебе что ты здесь но спасибо мне что я согласилась если на во-первых себя продвигает да и как бы изначально показывает что не особо она к нему так и настроен это но ему-то пофиг он себя рекламирует и продает красавчик эти где его носки сегодня мы начинаем значит наша как всегда искренне откровенно интервью и начиная его с признания о том что я не хотела брать наш с тобой диалог именно на канал не принято обсуждать я тебе на первой минуте она от него дважды дистанцировалась предлагала серию экспертных выпусков там например на канал женщины ты сделал совершенно правильный ход и сказал давай просто встретимся я тебе расскажу свое видение и дальше ты решишь берите на вооружение этот коммуникативный дипломатический прием ну потому что меня сразу смутила тема духовного наставничества духовного поиска во первых она очень интимная личная очень субъективная и в ней конечно что греха таить много подводных камней одному что подходит другому не подходит очень начались просто и кивоки потому что он явно не принадлежит никакой определенной конфессии некую школу не выражает и приходится так как это награничит или с инфо цыганством или шизотерика или сектанством сейчас она просто себе полянку отаптывает и круг очерчивает чтобы ее не закидали камнями ее аудитория какого черта этот пацан пришел много негатива очень много разоблачений в этой теме и я не хотела подвергать свой канал который я пестую которую очень люблю который делом моей жизни является вот этому испытанию дополнительно да чтобы прибежали например с оскорбленными чувствами ребята и граблями тебя от пенали да 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 очень щекотливая эта тема можно так и за пропаганду влететь даже на официальном уровне пожалуется просто и все не говоря уж о том для скольких это будет просто испытанием послушать такого чувака в процессе разговора я передумала о чем ты сразу заявила потому что сказал несколько вещей которые правда не принято обсуждать мне хотелось бы донести их до людей плюс ты пошел на мои условия условия такие я сказал равеля мы в отличие от всех остальных выпусков даже не будем указывать твой аккаунт естественно сразу мы говорим что в этом интервью нет никакой коммерции ты мне не платил я тебе естественно тоже и договорились что так я тебе естественно тоже никому не плачу из моих интервьюируем их вообще вообще даже если это известная кита персона она никому не платит ну понятно что она сейчас опять дистанцируется от его продажничества как он себя продвигает это не проплаченные интервью а есть проплаченные я не знаю чуть на канале происходит но ты тоже выбирает выражение ответишь на любые вопросы все и так когда я учу людей коммуникации или брать интервью я говорю что сам немножко попиарила себя молодец расскажите о себе вот с него сегодня начнем точнее первый мой вопрос к тебе кто ты потому что я знаю тебя по инстаграму определила бы тебя как путешественника создателя авторских туров потому что очень многие люди с которыми я знакома очно и заочно ходили с тобой в походы летали в разные начинаю сразу очень низко поставила на самом деле если чувак пришел как себя продвигать какие-то духовные дела рано его ставят ну ты же просто путешествие и все ты кто вообще как ты сам себя определяешь как точнее будет сказать я себя определяю так я это совокупность тех ролей которые я ежедневно проживаю у меня есть действительно клуб путешественников это прям вынесли в какую-то цитату совокупность ролей но так это же как минимум в промы все нлп но он что нлп будет нам продвигать мне не мне интересно кстати совокупностью каких мыслей он является наверное самое интересное но потому что это не его идея то понятно что он через нее определяет но хорошо вообще люди которые играют в игры и весь мир театр это ну мягко говоря не оригинальный концепт если ты например себя позиционируешь как практик духовный если ты с ходу заявляешь о том что ты играешь роли лицемерия потому что если ты в образе и в роли то какой например искренности и духовности вообще речь идет которые достаточно популярные в узком кругу людей да мы ездим по всему миру также у меня есть широко популярна в узком кругу фабрика производственная мы производим медали брелки у меня есть там два патента ну то есть своя технология конкурируем с китая плюс у меня есть разные производстве брелков ладно там инвест проекты то есть я это тот успешный инвестор производитель брелков и путешественник кто вот ежедневно себя проживает в разных аспектах жизни да и вот здесь как раз таки если у нас и духовное интервью дата высшая степень власти над собой это пустота то есть когда ты никто ты можешь быть кем угодно и поэтому пустота это высшая степень власти над собой говорит чувак когда-то никто ты можешь быть кем угодно дано это мало имеет отношения к духовным практикам если ты не имеешь нравственного держни и нравственного закона если ты пустота ты можешь кем-нибудь угодно тогда кто ограничивает тебя в этом тем угодно почему ты сейчас и не ешь например не отрезаешь и ступни ну просто так потому что ты футболиста а ты можешь быть ему год определять себя через ничто ну конечно нет шансовский тейк там все хорошо с ним но что-то я не уверен что ты настолько просветлился чтобы пойти к реке окей давай посмотрим что-то еще я себя как бы ни с чем не ассоциирую одновременно ассоциирую с тем что я делаю хорошо относительно других людей как бы они тебя назвали то есть можно тебя назвать не знаю наставником проводнику ну да действительно у меня есть наставническая деятельность при этом у меня нету тренингов когда мы с тобой записываем ничего не продаем да у меня нет никаких тренингов очередной раз она хоп мы ничего не продаем не не уж но уже мы все равно она старается на его сторону перейти но одновременно дистанцируется у нас нет тренингов мы ничего не продаем это кстати маячок сектор не тоже ничего не продают они раздают торжевую башню там например есть круг людей которые постоянно со мной советуются и есть круг людей которые постоянно со мной ездят и действительно да там они растут они меняются они трансформируются но у меня нету никаких обучений пока что потому что я не понимаю как сделать индивидуальный продукт вот какой-то массовый шаблон а это очень легко и понятно да это вот думай делай становись но порой опыт человека у которого получилось вот по каким-то аспектам не подходит другому человеку мой максимум до этого я пишу посты в instagram и за что меня как бы люди ежедневно благодарят хотя я не очень популярный человек о том что вот спасибо вы раскрыли глаза на какие-то вещи собственно идея то этого интервью с тобой до этого канала потому что сама суть канала как бы подходит я как бы хочу донести миру на что я трачу свои деньги устраивая выступления дак бесплатные выступления мы делаем донести как раз таки об иллюзиях духовного роста да и донести о том что духовность это тоже рынок и нужно уметь разделять какие вещи каждый духовность это тоже рынок сразу вспоминаются все лозунги из 1984 война это мир или скотный двор орел вообще был мастером такие лозунги но чувак это на полном серьезе говорит каждому человеку кто как бы занимается поиском себя я буду продолжать максимально откровенно общаться со своей аудиторией и именно эта фраза я даже на пред интервью сказала что хочу взять ее в заголовок духовность это рынок это то что не принято обсуждать но точнее это обсуждается но как раз формате каких-то может быть разоблачение субъективного мнения как правило это человек сходивший на какой-то тренинг съездивший в какое-то путешествие прошедший какую-то практику который горит ребята это все херня мне ничего не помогло а он мошенник и вообще просто хочет на нас бабки зарабатывать это существует только в таком формате поговорить с человеком который 20 лет уже без малого до занимается сам духовным поиском мне кажется это очень важно ты знаешь на пред интервью ты тоже сказал то есть она его косвенно на самом деле обвиняет я прошел практику мне ни хрена не помогло это наверно про тебя чувак поэтому важно проговорить с таким как и чтобы блин это очень тонкая но можно интерпретировать на самом деле то что она проговорила а не тот ли ты чувак который как распаривает дичь после которой это мошенник не ходите к нему люди говорят о тебе если такие рецензенты вот что самое интересное кто в тебе уже разочаровался и будет ли об этом передачи дальше вот у нас в чем интрига неплохо бы сейчас ввести сюда но где-то на сороковой минуте чтобы а теперь мы пригласим там ваню и ольгу которых вот этот пацан развел на кучу бабла по своими путешествиями духовными и они выскажут свое мнение и это все превращается в малаховскую передачу вот и начинается это короче понятно я честный наставник как раз потому что у тебя есть свой производственный бизнес ты в оперативке практически не участвует то есть можно назвать даже формально это пассивным доходом да то есть формально можно ли сказать что честный наставник это только тот который не за деньги нет давай давай разберемся в этих понятиях смотри раз он подтвердил что формально значит на самом деле плохо там с доходом понятно что сейчас он будет отвечать что наставник не это это конечно же за деньги потому что это же основная концепция тоже и на уперских и всех этих психотренингов должен занести бабла чтобы ощутить ценность того за что ты платишь бесплатно значит не очень хорошо работает у нас всегда это так то есть на чем строится вся эта инфо цыганщина например тебе сначала впаривают про силы природы примеру да если мы говорим о том о лекарстве об этом оцелительстве о грудных сборах и гомеопатии но грудные сборы отсюда зря приплел извиняюсь там все таки есть что-то некоторые муколитическое отхаркивающие действия уцелительных сил природы которые не вошли в медицину в официальную и существуют тебе сначала рассказывают как это мощно все это действует тонких планах там или еще на какой-нибудь антинаучной и раборе говорят это же все ну вот и сам пошел и собрал а потом говорят мы типа вот за тебя немножко старались просто как бы бабла занеси и вот она уже все готово и ну и по оверпрайсу тебе там начинает этот подорожник просто впаривать но бесплатно прям это тоже важный на начальном этапе момент или наоборот либо достигается ценность через сначала бесплатно а потом ну чисто символически хотя будет не символически или с точностью да наоборот сразу должен хорошо так занести чтобы прям почувствовать ну я же я же не лох я же занес денег значит я не лох на второй вариант для такого рода не раскрученных людей выгодней просто-напросто если бы у него аудитория была побольше он бы через другие практики бошку людям дурил в идеале конечно же любой наставник должен идти своим путем и но если он действительно наставник потому что есть но как бы банально не звучало псевдо наставники есть нормальные наставники которые так скажем от бога есть такая вот фраза а как-то отличаешь нормальных наставников под псевдо и что значит каждый должен идти своим путем ну во-первых у нас настолько давно существует у людей духовные практики даже если их отсчитывать всего лишь от рождества христова и настолько проработанных они проработанных достаточно большое количество люди не первый день то вообще себя ищут и духовности и бога и так далее то значит своим путем настолько уникально прям вообще а можно поподробнее тогда про свой путь тут видишь своим пути надеюсь ты об этом расскажешь и мы тут ввели разделение на ложных наставников и истинных при этом не вводя критерии или будут критерии какие-то за у нас у русских человек от бога вот когда человек от бога да это действительно он как бы нужен миру больше чем ему нужен мир на сам человек от бога и человек не от бога а видимо мы на глаз определяем от бога человек или не от бога чем больше ты востребован в миру тем больше ты от бога киселев соловьев насколько они от бога получаются достаточно востребованные персоны ну в этой логике самом деле нормальному наставнику поэтому он это форма наставничества я считаю пропаганда нельзя судить что если наставник честный то он не за деньги нет наоборот за деньги и чем дороже наставник тем скорее он выше себя оценивает и больше может миру дать ну вот представляете да прошу прощения мы весь опыт будды гаута мы отвергаем вот весь к на конфуцианской школы тоже отвергаем опыт иисуса отвергаем у нас есть мощнейшие школы до духовные которые переросли в религии где которые в один голос говорят про то что наоборот они отказались от земных благ и искушений это не и это не то чтобы путь аскеза они просто поняли что это все херня собачки то есть настолько крут то идешь одновременно против всех ну по тому пути до деньги мне плати ясно а у нас многие же люди говорят про духовников ну и например взять церковь хотя это очень большой аспект о котором можно говорить с разных сторон очень многогранный разговор но условно если батюшка приезжает на ренджровере или батюшка приезжает на раздолбанном 9 конечно на ренджровере он же более благостный более изящный более эстетичный в слове богатство корень бог я пойду к такому я не сейчас я вот это вот я вообще не буду трогать мне достаточно батюшки на ренджовере пока что а собственно с каких шишей можно поинтересоваться зарплаты батюшки хватает на рейндж или добрые люди ему занесли то вообще я не знаю какие зарплаты у батюшек у них есть более высший иерархи владыка по моему вот вот они кураторы областей то есть как бы губернатора да ну такие наверное нормальные им по статусу а батюшка с какой радостью поедет на ренджровере богатый приход ну да наверное но это хорошо было говорить батюшку мы сто лет назад когда них была официальная десятина и тебе достался там богатый приход и ты бабосик с этого руби а сейчас просто повезло то у тебя прихожане например твоя паства кто-то из них достаточно богат это точно не вопрос везения а если ты проповедуешь что мне не знаю в сельской местности в провинции ну ты сам виноват и плохой священник я понял вот такая логика то есть чем лучше например в даже у христиан да чем лучше ты священник тем более богатый тебе приход дадут и тем ближе твои шансы на лендер а если ты плохо проповедуешь ну и сиди в своей деревне ну и что что ты как бы мало сколько тебе в духовности главное чтобы ты мог дать что-то миру и тогда он даст тебе воздаст какая прелесть какая ледоедская эта философия на самом деле у пацана молодец молодец давай нет я не шучу я пойду к такому который понимает но если действительно он не корыстный человек понимаешь вот здесь надо разделить этот момент то есть корысти богатство богатство же есть у как бы у много у кого а если она построена на корысти на обмане и на лжи то конечно это как бы так себе история ну для духовного роста да это уже бизнес а если это построено действительно если приобретено за благие дела за то что человек трансформируем не допустим присылают подарки не недавно подарили дорогой нож потому что я человеку вовремя просто посоветовал кое-что да и он мне отблагодарил и теперь я у меня из дома тебе дорогой нож но это вот как бы дано было вот как-то так понимаешь мы обязательно про это поговорим конечно батюшка на рейнджровере это очень дискуссионная тема это очень дискуссионная тема на кому и чем и как он помог и кто ему подарил и на какие деньги этих значит бабулек приносящих последние да он этот рейнджровер просто можно на это посмотреть с парадигмы страдания то что у нас культивируется в обществе самого в христианской культуры нет это в россии если мы поедем в армению уже по-другому я был несколько раз паломником на афоне и был практически во всех крестьянских конфессиях все крестьянство разное пулька страдания культивирует не везде только в россии ну не только в россии но как бы не везде я сейчас не смогу вот так конкретно это надо анализировать например вот соседних государствах езде запрещена низкочастотная символика мы не будем говорить конкретно да но как бы все могут понять я не могу сказать что это плохо да это вот два почему ты не мог сказать так господи не можешь сказать что протестантство как бы основано на труде а если труд приносит деньги у тебя протестантская этика ее проговорил в первые пять минут протестантизм на этом построен на том что корысть не нужна но нужно много трудиться и тогда тебе мир воздаст и твое богатство будет основана на богоугодном деле это протестантизм в чем проблема чувак ты почему сейчас не смог разделение это провести христианство это не страдание даже православие не она не 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 в этом как бы фишка фишка в том что ты отказываешься от именно материальной стороны православия в том числе в основном почему собственно то секуляризации такое было негативное отношение к попам в христианстве там и так далее именно потому что они даже в англиканской церкви кстати говоря у них тот же самый процесс проходил изолированных от общего мейнстримного потока христианства англиканская церковь православия все-таки изолированные процессы и в таких течениях да как назвать ветвях христианства на рядовом уровне я бы сказал наверное как нет мощных идеологов в высшей иерархии такие например какие были у католицизма или у протестантизма на католицизм он не модернизировался со временем но у него были мощнейшие идеологи там типа в аквината которые очень мощно поддержали католицизм но протестантизм понятно лютеры кого-то там только не было который наоборот говорили за модернизацию за реформацию реформация это блин это гражданские аж войны до по этому поводу шли кучу людей положили за эти идеи а православие но с своим путем англиканство ну который генрих восьмой придумал своим и у них не было мощных идеологов и у нас таких которые бы нам дали просто вот прям очень мощную подпитку то есть адаптировали христианские идеи которые все-таки ну не то чтобы устаревают понятно что в основе концепции это мощнейший тоже заложен там христианство которые очень хорошо работают в сообществах но не было человека который бы ну там грубо говоря ведь пятнадцатом бы это еще сильно разогнал и подопнул мы таких людей не знаем что у нас там протокопа вакуум протопопа вакуум но он немножечко наоборот в другую сторону топил если на скидку вспоминать остальное все очень быстро перетекло в уже в просвещение в интеллигенцию до который можно назвать там тот же академик лихачев или конец сахаров которые на старости лет прям стали такими влиятельными на умы но они же не религию то они православие они как раз вперед не двигали если возвращаться назад почему и презрение так тем же священником то есть падение авторитета потому что как раз они начинали жить мирской жизнью там все эти ребята и никак не демонстрировали своей высокой духовности священники батюшки на местах понятно что должен сам своим примером если ты проповедуешь какую-то религию рассказываешь людям там по воскресеньям о том как это все клёво и как нужно быть духовным а у тебя там пузо выпирает простите до колен и ты ходишь там потом по селу только бабки лутаешь с любых праздников понятно что как тебе люди будут относиться просто обычный человек со своими там страстями и так далее многие так говорили ну что я же как бы такой вот такой есть я просто тебе могу дорогу так богу показать а сам я туда не пойду ну и где там духовные практики люди сами несли батюшкам таким но духовности от никакого отношения не имеет не строили все на ритуалах просто на традиции канство и православие очень традиционно то есть она подпитывается именно традициями не новыми идеями как реформаторство и не мощнейшими умами которые переосмысляли христианство католичество ну или радикальное переосмысление арабские ответвления в рамы авраамических религий определенные вещи делаются я даже не могу сказать зачем потому что не могу это осознать у меня могут быть только догадки потому что эта структура гораздо больше меня а как бы меньше она не всегда может познать больше поэтому как бы я даже говорить не готов но факт в том что почему я говорю про батюшку на ренджровере потому что если у человека есть по-настоящему духовные знания духовные знания это что это реализация это не что-то там сверхъестественное это нам внушает что это что сверхъестественное самая лучшая духовная практика это реализация себя если человек реализованный то у него должны быть деньги если он адекватно воспринимать социально если он реализован в обществе которое построено на зарабатывание денег да у него должны быть деньги а если его цели другие почему не должны быть деньги мы говорим же обо всех духовных практиках вообще обо всех самое еще раз самая лучшая духовная практика это реализация себя любишь есть людей это твоя духовная практика как она поможет деньги заработать если ты шоурму не открыл и не практикуешь это то есть это не просто должна быть реализация а конвенциональная консенсусная реализация и должен делать то за что люди готовы платить деньги они абы что я даже не буду передергивать и брать какие-то крайние примеры с каннибализмом там или насилием но в любом случае за все подряд люди не заплатят если ты людям показываешь как им стать эффективней успешней рациональнее в чем-то это рациональность очень смутная на самом деле то есть то что им поможет больше бабла заработать грубо говоря то они тебе заплатят за этот урок чтобы самим там чесать бабла побольше если твои эти наставления не совпадают с представлениями людей о том как именно нужно быть успешнее и эффективнее ты говоришь нет отбросим всемирское там допустим то это в искренне верить а кто тебе денег заплатит чувак за такое поэтому не самая лучшая духовная практика это реализация себя это неправда потому что тогда нужно определить сначала что такое духовные практики все-таки они бывают и не этичны почему они все безусловно благи они не могут быть самоубийственные или вредны духовные практики конечно могут а если ты сатанист на как-то на этом бабла то поднимешь ты духовно реализуешься прочтешь там все ритуалы проведешь структуру у него должны быть деньги это нормально то есть если мы не говорим про те редкие исключения когда это отшельник когда это добровольно принято какая-то аскеза как тоже часть пути изучения себя могу рассказать давай давай в духовности есть ну давай назовем это так два пути есть путь отречения это когда человек уходит якобы отрекается от мирского но от мирского отречься невозможно как говорит в этом мире да да если как говорит духовность все создал бог то деньги тоже создал бог это надо усвоить и есть а чё смешного то да если все создал бог деньги он сатану создал на секундочку если в этой логике парадигме рассуждать он создал все искушения которые существуют ну потому что что то такое люди тоже создал бог да а убийство кто создал ну насилие как таковое разве я там сторож брату своему то что он все создал не означает что он все разрешил то что он все создал означает что у человека есть свобода воли и он должен научиться самостоятельно выбирать между плохим и хорошим отделять добро от зла чем-то руководствуясь если где бог создал деньги это не значит что бог разрешил пользоваться деньгами или что он одобряет их использование одно с другим не связано это не значит что деньги проистекают от бога потому что вообще все от бога в этой логике рассуждения а никто и не говорит что надо отречься абсолютно от всего дамы у нас все мирское мы живем в мире но можно сократить количество соблазнов и искушений если рядом нет объекта который тебя может ввергнуть в искушение то ты становишься все равно автоматически более благим читаем там того же отца сергия живущего в келье то и там до него добрались там как бы женщины да и совратили его или пытались совратить но ему было гораздо проще изолировавшись от мира бороться с собственным собственным тщеславием и гордыни в ежедневных покаяниях и смирении чем если бы он жил в городе как сейчас будет чувак продвигать городское монашество путь отречения он конечно предполагает путь аскетизма то есть это некие аскеты которые до превозмогая уподобившись господу нашему до усилий то есть ты в христианской все-таки традиции это все разгоняешь если ты говоришь про господа нашего какой у тебя господь ты в начале чуть не сказал но на афон ты ходил и в разных конфессиях видимо присутствовал ну ты-то конкретно такого господа верить или вот свой дух а есть путь городского монашества когда ты проживаешь ежедневные искушения я городская монахиня я тоже с тобой два городских монах есть путь городского монашества когда ты познаешь монашество один одинокий из греческого быть одному жить уединенно это прям буквально обозначает слово монашество термин монашество применяется не только к отдельным лицам но и к сообществам обрекающим себя на безбрачие и отречение от всех благ мира безбрачие и отречение от всех благ мира городской монах это все more on этот мир ты познаешь мир материальный и ты в нем да действительно познаешь свои искушения потом что-то там как следствие получаешь но настоящая духовность она знаешь она не про запреты на про разрешения себе еще такой духовность но нет какого-то истинной формулировки что-то такое духовно если мы пойдем что такое истинная формулировка настоящая Духовность, она и не про запреты, и не про разрешения, она про концепцию, которую ты разделяешь или не разделяешь. Допустим, в твоей концепции мироустройство и духовное начало воплощает Бог. Бог — это максимально совершенное существо, основа всего сущего. Он идеален, он непогрешим. Поэтому духовность — это приближение к Богу. Чем ближе ты становишься к Богу, тем сам ты становишься совершеннее, как существо. Отсюда следует, что это вообще какая-то херня про запреты или разрешение себе. Определение настоящей духовности — это выполнение определенных правил, которые, как ты считаешь, твой Бог тебе выдал. Он говорит, делай то-то и не делай того-то. И чем лучше ты это исполняешь, тем ты более к нему приближаешься духовно, нравственно и так далее. Что значит разрешение себе? Ты сам себе ничего вообще разрешить не можешь. У тебя есть предписание, вон инструкции лежат, книжка написана, открыл, прочел. Не понимаешь, что там написано? Спроси у своего иерарха, духовного наставника. Он тебе объяснит, что на самом деле написано в этой книге. Но все это из одной концепции выводится. Что есть какое-то существо, непостижимое умом человека и его способностями, когнитивными, какими угодно. И ты духовно до него растешь. Не до какого-то немыслимого предела. А есть предел. Вот этот вот в теологической концепции. Но он, конечно, бесконечный. Бог же вездесущий, всемогущий и так далее. И он везде. Но все равно. То есть ты к нему стремишься. Или слиться, как в индуистских. Достичь нирваны. Или в рай попасть. Почему ты попадаешь в рай? Потому что ты праведник. А почему ты праведник? А потому что ты следовал заветам. При этом ты можешь их и не знать. То есть ты можешь вести праведную жизнь не по бумажке. А потому что есть, например, как Кант, нравственный закон. Ну, допустим, грубо говоря, Нагорная проповедь. Вот есть у нас заветы. Вот по этим заветам ты живешь. Но это запреты. Настоящая духовность. То есть Иисус, который в своей проповеди запрещал. Ну, не рекомендовал что-то делать. Он недостаточно духовен в твоей логике рассуждений. Потому что он про запреты говорил. Ты себя сейчас выше Иисуса ставил. В одном сообществе они скажут, что духовность – это когда ты имеешь вес в мире духов. Кто-то скажет, что духовность? Чего, блядь? Кто это так скажет? Я первый раз вообще слышу такую трактовку, кроме как у этих, у Кастанеды такое было. Ну, то есть это шаманизм. В чистом виде языческий шаманизм. Что ты сейчас сказал? У тебя Господь наш? Или ты веришь каким-то чувакам с Бубой, простите, с Эйхуаской? Не важно. Духовность. Вот разобрать этимологию слова духовность. Есть дух, есть овна. То есть дух овна. То есть дух барана. Это все сделано для того, чтобы управлять. Боже, да это же у нас Задорнов машет нам ручкой вот сейчас с этимологией духовно. Ты что, бля? Деус и дух, они имеют общие корни прославянскими людьми. Ну и так далее. Мы можем с разных аспектов просто на это посмотреть. Но в данном интервью мы сразу договоримся с зрителями, что мы воспринимаем это как некий процесс познания себя и этого мира. И когда человек познает себя и познает этот мир, он априори должен быть социально ориентированным. Потому что первое правило это твердо стоять на ногах. Первое правило даже для духовного человека? Первое правило в духовности это твердо стоять на ногах на земле. А если человек инвалид, церебральный паралич или просто паралич ног? Он же не может твердо стоять на ногах. Если ты в переносном смысле, поясни, что ты имеешь в виду за этой метафорой. Если не в переносном, а в прямом, получается, что... А если человек беден, то есть у тебя автоматически бедный не может быть духовным. Ты его исключаешь. У тебя религия для богатых. Если человек не твердо стоит на ногах, если он имеет в виду в переносном смысле, не реализовавший, не гоняющийся за баблом, грубо говоря, получается, что он недостаточно духовен. Солидный господь для солидных господ. Мы сейчас видим того самого чувака из Generation P. Вот те концепции развились вот до таких вот ребят. Расскажи лучше про космический корабль, который везет нам золотые таблички закапывать в Сибирь. Ёб твою мать. Есть люди, которые вообще не изучают никаких знаний. Вот такая, как ты, да? Конечно. Полмира проехала. Я познаю мир через интервью, книги, киноискусство, живописи и так далее. Это правда, это правда. Вот. И есть люди, которые вообще ничего не знают ни там, ни про род, ни про психологию, ни про душу, ни про дух, но проживают жизнь святого. А что такое жизнь святого? Да это когда ты соответствуешь себе тем базовым внутренним настройкам, для чего ты рожден. Да, вот этот талант. Это то, что... Если ты соответствуешь настройкам, для которых ты рожден, ты можешь родиться прирожденным убийцей. Ты открыл себе талант снайпера. Поехал на войну, убил 100 человек. Ну да, тысячу лет назад таких канонизировали. Особенно если они ехали в Палестину за гроб господень биться. Чего вы будете брать-то вообще? Духовность или навык снайпера? Но сейчас вроде бы отношение другое к людям, которые могут полностью реализовать в себе любой талант. В этой логике Чикатило святой получает. Он, конечно, не полностью себе соответствовал, но максимально старался развить в себе то, что хотел. Что ты умеешь автоматически то, чему не надо тебя учить. Вот ты рождаешься, и ты автоматически понимаешь эти процессы. Да. Секундочку, откуда детерминизм-то у нас вдруг нарисовался? Что значит автоматически понимаешь? С каких это пор у нас люди по праву рождения что-то стали автоматически понимать, а не воспитываться другими? Вот когда ты с собой, с частью я, да, с частью с собой, тогда ты проживаешь жизнь святого. Вот это самая настоящая духовность. Ну, я уже сказал, нет. Вообще категорически нет. Это полная херня. Реализация себя. Я могу сказать, что я проживаю жизнь святого. Ну, это будет немножко гордливо звучать. Но по факту это так, если ты на своем месте. И к тебе тянешься, да? И даже у меня... Если ты на... То есть вводятся внезапно дополнительные условия. Если ты на своем месте, опять это чикатило никак не убирает у нас. Или снайпера нашего условного. Люди к тебе тянутся. Чикатило, они тянулись. Очень размытые критерии. Вот о чем речь. Это все балабольство. То, что он говорит сейчас. Это все оправдание в пользу богатых. У меня возникло желание как бы с тобой повзаимодействовать. Оно было первичным. Да. Я тебе написал. Вот. Потому что... Почему? Потому что ты знаешь, что через нее можно продвигать себя. Как продукт. Тебе достаточно несколько человек. Так как ты рубишь бабло. Часто пока, конечно же, тоже вскользь... Он же вскользь упоминал, что сейчас ему люди бесплатно за советом приходят. Но он очень хочет брать с них дорого. Это он тоже проговорил. А для того, чтобы иметь возможность брать с людей много, нужно рекламировать себя, чтобы найти донов так называемых. В мире игр существуют такие ребята. Это когда тебе донатят по 100-200 рублей. Но есть из твоей аудитории 2-3 человека, как правило, благородные доны, которые херачат просто астрономические суммы. Принцип Парета. В игровом мире даже меньше. То есть это где-то 10% от аудитории стримера, которые дают ему 80% доходов. Ну, может быть, 70%. Дальше он начинает рекламы пытаться добивать и прочее. Но тем не менее. То есть его задача это максимально себя рекламировать, чтобы среди его аудитории нашлось небольшое количество обеспеченных людей, для которых там суммы какие-то по нашим меркам приличные, по его мелкам приличные. А для них это там копейки. Поэтому понятно, что ему нужно выходить на аудитории, на какие-то, и везде себя продвигать, и через интервью, и бегать по интервью, и бесплатно их давать. В надежде на популярность. Кто же сейчас этой популярности не хочет? Из таких людей, особенно из инфекциган, для которых это просто хлеб. Потому что я вижу, что в человеке есть суть. Человек на своем месте. Суть, да, суть. И когда есть суть, на эту суть хочется идти. В песок ее, в песок надо пихать. Так же, как у меня клуб путешественников. У меня же нет рекламы, да, но люди идут. И у нас стоит в два-три раза дороже, ну, рынка. Но люди идут, потому что там есть суть. Это очень интересный повод тоже для рефлексии, для вопросов зрительских. Понятно, я специально использую громкие такие формулировки, и мы это нарежем в анон, где я говорю, я проживаю путь святого, и все такие возмутятся, да как у нее разрез по самому, я не могу на юбке сегодня. И вот она такие какие-то пошлые вещи, очень, да, горделивые говорит. Но просто задуматься об этом, потому что самой часто... Честно, она дистанцировалась просто от того, что здесь тоже проговаривает, из-за ним повторяет, потому что она явно к нему достаточно критична. Она старается быть максимально нейтральной. Кстати, сейчас отчетливо видно, да, насколько у нее тут большой действительно разрез. Что-то я не обращал внимания. Блин, что-то ты от Мирского далек слишком. Но все равно. То есть она сейчас пыталась максимально дистанцироваться от той хрени, которую он несет. Потому что мы типа для хайпа это делаем. Мы сейчас в начало ролика вынесем то, что я за тобой повторяю. Имея в виду, что ну я же этого на самом деле не думаю, я не разделяю твои идеи. Вопрос, который мне адресуют люди, они спрашивают о пресловутом предназначении. Они видят во мне, в некоторых других людях точно так же, что человек на своем месте, что человек нашел свое дело. Он правда его любит. Мне не тяжело ходить на работу. Я 20 лет в профессии. Я ни дня, мне не было лените на работу. Я не думала, ой, опять. Я никогда не считаю. Знаешь, вот самая моя нелюбимая фраза была в свое время, когда я в утренней программе работала, и все коллеги на радио начинали радиоэфир в среду. Типа, ну что, друзья, среда это маленькая пятница, типа осталось два денька, сейчас дотерпим до выходных. Дотерпим. Вот так мы всю жизнь терпим. Вот это что за вообще позиция? Я была тогда еще очень молодая, меня это так возмущало, это так странно, считать до выходных. Ты пять дней как бы просираешь свою жизнь в унитаз, и потом два дня ты как-то восстанавливаешься. Суббота у тебя хорошее настроение, а воскресенье уже плохое, потому что завтра понедельник. И очень многие люди живут так. Самый частый вопрос, как найти свое предназначение? Вот раз ты такой умный, ты, значит, 20 лет скитался, мы еще поговорим про то, что у меня написано. Ты 10 лет скитался, ездил, путешествовал, ты 30 миллионов рублей в среднем примерно потратил на эти поиски, давай. У меня ответа нет. Пожалуйста, дай мне ответ. Она, короче, могла, конечно, сформулировать, но это она сделала через сторителлинг, через личную историю, да? О том, что я вот не понимала, я же такая вот вообще. Ну, ты нашла себя в работе, ты скайфуешь от того, что ходишь на работу, а почему остальные должны кайфовать от этой работы? Это же недавность. У тебя, значит, был выбор, у тебя, может быть, были богатые родители, может, ты изначально угадала с профессией. А почему у других-то должен быть такой выбор? Человек получил профессию совершенно случайно, например, и при этом профессия оказалась денежной, допустим. Распространён совершенно вариант рабочий. Человек, ещё не имея никаких мозгов, под давлением семьи, там, окружающих, стереотипов, традиций, обзаводится семьёй, у него появляются дети, появляется ответственность. При этом он там, например, и заодно идёт карьерный рост. Он же человек трудолюбивый, человек благообразный, всё с ним хорошо, амбициозный в чём-то даже. И вот человек понимает, что ему эту работу просто в рот шатал. Он её терпеть не может. И куда он дёрнется? Я этого никогда не понимал. Потому что ты молодая и тупая была, вот и всё. Ты не понимала, как люди попадают в ловушку своей работы, своей деятельности, когда они уже не могут вот это вот направление поменять. А как ты себе представляешь? Всё бросить и уйти. Если ты уже состоявшийся профессионал, где ты с нуля начинать? А где взять время на новое развитие? У тебя семья, дети, родственники, которых нужно поддерживать. То есть на тебе люди, о которых нужно заботиться. Ты на работе обвязан кучей людей, которые на тебя рассчитывают. У тебя там проекты. И ты уже, в принципе, хорошо разбираешься в своей деятельности, тебе за это платят приличные деньги. Давай-ка попробуй, соскочи с этого. Насколько нужно быть обеспеченным? То есть, значит, нужно просто быть серебряной ложкой сразу родиться, да, богатеньким, чтобы такой, а, мне всё надоело, пойду я как бы не поработаю, поищу себя в духовной практике так лет пять, потому что кто-то другой оплатит мне эту деятельность. Я этого никогда не понимал. А как люди ходят на работу? Да вот так и ходят. Нехер, потому что рождаться, блин, в сорочке и с серебряной ложкой во рту. Ладно, я прервусь, а то уже час болтаю. И это всего 15 минут. Йопар, СТ.